Друзья, с вами снова программа BITREX24 спрашивает, и я ее ведущий Юрий Николаев, директор по продажам компании 1S BITREX. Сегодня с нами в студии эксперт, который не только преподает лидерство в различных MBA программах, но и является руководителем исследовательского проекта, который изучает факторы успеха в лидерстве и менеджменте. Это Филипп Гузенюк. Филипп, рад приветствовать. Привет. Друзья, привет. Прежде всего пойдем в дискуссию, пожалуйста, подпишитесь на канал 1S BITREX для бизнеса, поставьте лайк этому видео, и в описании к видео есть полезная методичка про перевод бизнеса в онлайн. Мы начинаем, поехали. Сегодня к нам в студию приехала Ольга Жукова из компании KITMEDIA, у которой есть много вопросов, как ты думаешь, про что? Конечно же, про лидерство. Ольга, мы рады видеть вас в студии. Добрый день, коллеги. Я представляю Центр бизнес-развития KITMEDIA. Мы работаем с 2004 года, у нас в команде 17 замечательных профессионалов. Вот уже много лет мы помогаем региональным компаниям становиться лидерами в своих отраслях с помощью интернет-маркетинга, бизнес-событий в 10 городах Центрального федерального округа и с помощью, конечно, BITREX 24. Ну что ж, давайте приступим. Я очень рада приехать сюда, ехала целенаправленно к вам, Филипп, потому что у меня много вопросов по лидерству. И самое первое, это как сотрудники разглядеть зачатки лидера и рассмотреть будущего полководца. Можно я буду иногда вопросом вопрос вещать, потому что так получается лучше. А с чем связан вопрос? Почему об этом спрашиваете? Перед нашей компанией стоит задача вырасти, причем в определенных направлениях в 10 раз. И мы развиваем также международный проект, который должен быть федерального масштаба. И я думаю, что имеет смысл растить из своих лидеров. Поэтому встал такой вопрос. А есть какое-то ощущение, что в команде потенциальные лидеры есть? Как вы чувствуете? Вот вы видите таких? Ну, несколько точно есть, так мне кажется. И как вы понимаете, что это они? Как я понимаю, что это они? Они проявляют инициативу, они делают больше, чем должны. Ну, прям я чувствую, что они болеют за то, что мы делаем. А как разглядеть? Ну, это может быть и просто хорошо мотивированный человек. Ведь лидер не обязательно, это только тот, кто любит свою работу. Он же еще должен, по идее, других вдохновлять. Да, это тоже есть такая черта в тех людях, которых я вижу как лидеры, что они стараются организовать вокруг себя, скажем так, коллег, которых в их отделах. Да. Мне искренне кажется, что в этом вопросе я вам не нужен. Да, потому что на самом деле вы, мне кажется, называете основные характеристики. Более того, вы так очень, ну, прямо телесно, эмоционально прото говорите, что я понимаю, что вы чувствуете эту историю. Вот. Часто бывает, что есть другая проблематика. Не то, что я не могу разглядеть, как бы, да, люди-то вот они видны. Бывает, что я делаю нечто такое, что этим людям не дают проявляться как лидерам. Вот в этом смысле, то есть, может быть, в эту сторону посмотреть. Или как вы чувствуете? Да, вы совершенно правы. Это мой второй вопрос, как, что я должна как руководитель делать с людьми, в которых я вижу лидерский потенциал, да, или что, может быть, даже я не должна делать. Вот я сейчас расскажу такой свой сон про эту ситуацию, такой, да, кейс про это. Меня в одну компанию приглашает женщина, у нее такая очень классная компания, и там прям такое все вот розовое, розовые стены, все прям такое красиво оформлено, все, ну, прям вот эстетически красиво. И у нее запрос, как бы, да, вот почему-то, Филипп, у меня есть команда топовая, и почему-то, там, дикие деньги людям плачу, а они никак не продвигают бизнес вперед. Почему-то я им рассказывал решение, они как-то со мной вяло соглашаются, потом говорят, что, ну, ты же сама говорила, у нас не получается, ну, это твое решение, мы все, мы старались, как бы, да, вот этого нет, нет вот этого вот такого драйва. Я пришел на совещание, и там очень интересная картинка. Они сидят, и это такая очень питерская история, все очень так вот вежливо, политично, красиво, она всех слушает. Все тренинги по non-violent communication, да, вот, не носи сообщению пройденные, вот, она прямо всех, там, перефразирует, поддерживает. И вот по кругу идет слово, пока не доходит, там, мужика, который говорит что-то такое, видимо, что, ну, он идет вразрез ее представления прекрасного. Это было как раз за продажам этой компании. И он что-то такое говорит, и она ему даже ничего не сказала, чисто по-питерски. Она просто сделала вот так. Да? И мужик на полусловии, он как бы замолчал. Я бы тоже так среагировал, да. Он весь покрасил, у него жилы вылезли здесь. Люди, которые рядом с ним сидят, они вот начали отодвигаться. Прокаженный. Прокаженный. Я не с ним, да. Вот. И дальше команда, вот, атмосфера изменилась, она начала тихонечко прощупывать, вот, что здесь можно говорить, как бы, а что лучше не надо. Вот. И знаете, что самое интересное, что, когда мы вышли из сессии, то она этого даже не заметила. Она говорит, ну, Филипп, как? Что происходит? Ну, то есть, как бы для нее это не было на карте мира. Поэтому чаще всего, когда мы говорим о лидерах, это не мотивировать, а не демотивировать, потому что лидеры, они, ну, блин, они, поэтому, и лидеры, что они там как расток сквозь асфальт, надо себе дорогу найдут. Вот я вас слушаю, и у меня сейчас такой возникает вопрос, у меня какой-то диссонанс между определениями лидер и руководитель. Просто много тренингов проходишь, да, и вот лидер – это лидер, а руководитель – это руководитель. Вы ставите разницу между этими двумя понятиями? Хороший какой вопрос. Есть понятная эта история про то, что, как бы, да, лидер – это тот, кто думает, какой стене представить лестницу, что менеджер, который, ну, вставит лестницу и ползет, как бы, да, больше такая операционная история, больше вдохновляющая история. Это то, что мы все там знаем, киваем, вот. И мне кажется, что в сегодняшнем мире больше запрос вот на этих лидеров, которые способны эмоционально вовлечь, поддержать, зажечь. Такая история есть. Это так, ну, вот мы это видим, ну, просто вот по клиентам. И при этом я думаю, что вот хорошие такие дотошные руководители, которые прямо вот там в режиме неизбежности, сколько вешать в граммах, вот прям могут все это отадминистрить, да, они тоже очень нужны. Я правильно понимаю, давайте так, из десяти, сколько людей, руководители могут совместить в себе лидеры и руководителя вот этого вот, сколько вешать в грамм? Да, и? Ну, и лидеров, которые представили. У меня профдеформация. Я вообще, вот знаете, очень мало в это верю, вот, в социологию, в статистику, потому что у меня человек, он всегда уникален. Почему вы об этом спрашиваете? Расскажите, вот почему вопрос для вас важный? Ну, потому что я человек, ну, скорее, скорее лидер, то есть, ну, с точки зрения, как предприниматель. Эгегей, вперед, чего, где, как, не вешать, давай ввяжемся в драку, вот, мой принцип, потом разберемся. И люди, которых я себе подбираю, они, наоборот, не совсем такие. То есть, они как бы могут выслушать мои идеи, похлопать на меня и сказать, а-а, Коля, а теперь мы разложим и декомпозируем, да, вот. И, соответственно, я не могу, то есть, в них есть определенные, лидерские качества, нет вот этого вот зажигания, да, прям зажигания, то есть, есть методичная работа. А во мне, наоборот, нет, скажем так, ну, методичности. И вопрос, то есть, ну, я в себе уже вот этого методичность не выработаю сто процентов, да, то есть, а вот это вот зажигание, оно вообще может родиться в человеке-администраторе? То есть, я что-то могу сделать, чтобы помочь им стать такими людьми, которые будут зажигать, ну, хотя бы на какой-то короткий период времени. Потому что я в команде, это человек, который вот все время, вот без меня я уезжаю, да, это не мои слова, это слова моих коллег. И как-то вроде вот все что-то вот как-то начинает, да. Ну, это же невозможно на себе все вывозить постоянно, да? Да. Ну, наверное, это неправильно. В самом начале нашей передачи был момент, когда я хотел задать Филиппу вопрос, но буквально сдержался, потому что вопрос звучит банально. Лидерами рождаются или становятся? Ольга задала его гораздо более изящно, но мне кажется, что от Филиппа ожидается также ответ, а администраторами рождаются или становятся? Я думаю, что администраторами рождаются. Слушайте, вот я опять-таки такие вопросы не очень люблю, но вот то, что могу тут честно соврать вам про это, что в каждом есть какое-то зерно, и каждый может его развить или не развить. И, конечно, ну вот там, не знаю, просто я настолько вижу странных людей, ну, не знаю, вот, для примера, когда SEO крупного банка, мы с ним работаем с темой переговоров и лидерства вовлечения людей, он ко мне приходит, и у него составлена таблица, таблица в Excel, где 15 человек, сравнение по 10 параметрам, вот софтовым, он построил корреляцию в Excel, чтобы понять, как их увлекать. Замечательно. И он в этом такой, вот такой, как бы, да, очень интровертивный, спокойный, холодный, вот аналитичный чувак. Я надеюсь, это не скоринговая таблица какая-то была в итоге. И мы с ним работали, как ему вот в этом стиле свое лидерство проявлять, как бы, ну, в таком формате. Поэтому для меня столько полутонов и, понимаешь, оттенков и грани лидерства есть, что вот эти вот общие вещи, что, мол, лидер, как бы, это зажигалка, ну, кто-то вот так, у кого-то вот эти там, да, нейро, там, пути развиты, кто-то другие. Хорошо, поняла, спасибо. Следующий вопрос, который у меня, это стеклянный потолок, да, это то, моя вишенка на торте. Да, как пробить стеклянный потолок? Что для этого нужно делать? Обязательно ли идти, ну, в терапию, да, то есть вот так, или есть самостоятельные возможности? Ну, я бы сказал, что здесь есть несколько слоев этой ситуации. Мы там уже рассматривали интегральную модель Кену Илбера, там три слоя основных. То есть одна часть от этого находится на работе над собой, где у меня внутри, в голове этот потолок встроен. Одна часть, можем предполагать. Вторая связана с командой, мы с этого коснулись, да, вот что-то в паттернных отношениях не дает человеку масштабироваться. Третья с системой. Понимаю ли я, где системно, стратегически есть эти зоны роста, которые дадут кратный рост. Ну, вот есть у меня на уровне бизнес-плана эта история, стратегии. Вот, а вот куда я могу пойти в я, могу пойти в стратегию, ну, мне кажется, что... Можно пойти в я. Давайте в я. Да. Да, что я вижу в я, сейчас прямо покажу очень яркую штуку, что как только у меня метафора пробить потолок, слышите слово пробить? Это метафора какая? Это метафора конфликта. Согласна? То есть, есть какой-то потолок, он меня давит, я должен сквозь него пробить? Это уже война. Когда внутри война, это, ну, понимаешь, что это плохо, да? Вот покажу два примера телесных, внимательно смотрите на тело, потому что оно работает. Работаю с мужчиной, у него, говорит, у меня, говорит, задача есть такая, вот такое лицо, такая задача, говорит, есть. Мне нужно сделать в компании X8 за пять лет, потому что я хочу, у меня там светлая цель, вот такое лицо при этом, светлая цель большая, я хочу, чтобы в нашей стране, это не Россия, другое страна, чтобы вот изменился рынок кейтеринга вообще, чтобы люди по-другому праздновали день рождения, праздновали свои свадьбы, чтобы это было культурно, ну, прямо вот мне важно это поменять. Вот, я говорю, слушай, а чего ты вот так-то, да? Вот что это такое? А видите, еще, он плечик немножко косит, видите, так в сторону. И он говорит, что, ну, потому что, говорит, вот это X8 показывает вот так. Видите, где он, а где X8? Это вот X8, говорит, и говорит, Филипп, а я по скайпу работаю, через скайп все видно. Говорит, я, честно, не знаю. Я за последние, там, семь лет я утроился. Говорит, что я должен сделать, чтобы сделать X8? В общем, я не понимаю, я должен себе ногу отрезать? Или я должен, как бы, печень, как бы, сдать, ну, вот, на орган? То есть, говорит, я уже, говорит, семью не вижу, у меня, говорит, уже, там, вот, времени для себя нету, я, говорит, X8. Поэтому, вот, я, вот, метафора, да? Я маленький, и вот там это X8, да? Теперь посмотрим на Илона Маска. Как он говорит про свои цели, какой он тренирует человека? Говорит, друзья, а земля показывает руками вот так. Это, говорит, маленький зелено-голубой шарик. Говорит, если, говорит, мы, как человечество, вот так показывают рукой, у него стрелочек, это человечество. Если мы, говорит, как счастье, отсюда не выйдем, нам всем крышка. Говорит, поэтому я свою пенсию проведу на Марсе. И когда у него земля вот такая, то SpaceX, Tesla, все эти, да, это маленькие проекты, это, ну, это элементы задачки. Поэтому то, с чем бы я работал внутри, это с внутренним масштабом. Да, Филипп, прям в точку попали с вот этим спичем, да? Потому что мы, на самом деле, также рассматривали Смоленск. То есть я знаю предпринимателей, которые сидят в Смоленске, да, и не могут шагнуть в другой регион. И если это другой регион, то для них это что-то вау, да? А учитывая, что мы работаем на 10, у нас были периоды, где и на 14 регионов, то я вообще Смоленск рассматриваю вот так, да, да, да. А Россию действительно пока вот так. Поэтому и цель, которая у нас стоит, это правда, она где-то там, а я еще где-то здесь. Я, это просто супер, спасибо, это прям очень здорово. Следующий был мой вопрос, на самом деле, связан именно с сотрудниками, да, то есть как пробивать. Ну, если честно, я уже... Как пробивать сотрудниками стеклянный потолок. Как у них... Если честно, я взяла информацию с той первой части. То есть ответ на этот вопрос. Скорее вот... Скорее, что почитать вы посоветуете, да, чтобы вот на эту тему, может быть, есть какие-то книги? Какие-то монументальные. Я тоже слушаю свой отлик спонтанный, и мне приходит сначала как почитать. Так. Потому что я очень знаю людей, которые любят читать. Вы, видимо, вопрос задаете, вы читаете? Да. Вы читаете. Вот. И при этом чтение, оно не превращается в тот эффект, который могло бы давать, да? Да. И поэтому я бы поговорил про такое командное чтение, про социальное чтение, которое в разы больше дает эффекта. Вот есть практика компании «Вкусвилл». Знаете, может быть, да, их? Конечно, да, да, да. Как они читают? Они собирают инициативную группу, те, кто готов, да? И люди договариваются, что они раз в месяц будут взять по книжке, выбирая книжку вместе, и приходить на встречу двухчасовую, где книжка вообще не обсуждается. Обсуждаются те заметки, которые человек сделал по тому, что в компании можно внедрить, которые пришли из книжки. И вот тогда получается, как бы, не ты сумасшедший, который улетел куда-то, как бы, да, насчитался, там, в NBA и прошел, а у тебя, ты приходишь, как бы, а у тебя там начальника, как бы, да, скажи, налево или направо, все ли солома. Вот этот разрыв между лидером и командой начинает уменьшаться. Вообще, коллеги, если нас слушайте, я рекомендую на такой подход, что если вы чему-то учитесь, ну, прямо как must-have, то правила в компании ввести. Вот руководитель чему-то научился, он приезжает и проводит каскадный мастер-класс в компании. Вот такие прям системы, когда, вот компания очень успешная есть, когда раз в три месяца каждый руководитель чему-то учится, и он должен приехать в компанию, привести на эту тему тренинг. Потому что когда ты поучился, ты воспринимаешь по-другому, если дальше нужно будет передавать, да? У тебя вся компания пропитывается одними файлами. Вот. И если эта история про прорыв, то что почитать? Когда я говорю слово прорыв, мне приходят такие какие-то прорывные книжки, такие как бы, такие достигательские больше. Там, не знаю, там есть Хел Элротт, «Магическая формула», например, которая вот, ну, про то, что давай, соберись, тряпка, все там, да? Ну, вот я бы, например, последний из того, что я вот, у меня в ушах звенит еще, очень хорошая книжка, если я не помню автора, но она называется «Быть собой». Там очень много про то, как бы, как раз про то, ну, там про такую краткосрочную поведенческую терапию, основанную на практике осознанности. Вот ее посмотрел бы. А еще одна, я советую книжку, которая называется «Радость изнутри». Книжка Мифа. Это перевод английской книжки «Search Inside Yourself», «Ищи внутри себя». Сделан на основании лучшего курса по рейтингам компании Google. Это медитация для айтишников, это для инженеров, людей, которых, как бы, да, функция рацио-ведущая. Вот как себе создать в дне периоды полного спокойствия, когда ты можешь просто вот посмотреть издалека, со стороны, из большого на себя, со стороны посмотреть. Вот многие навыки, которые нужны, рефлексия такая, да, и вот планирование, они там есть. И последняя метафора, которую я скажу здесь, может быть, много говорят о меня, поправляйте. Такая метафора, что в боксе очень важна сила удара. Если ты панчер, ты выходишь, а там, как бы, вот, ну, трупы лежат. Но важнее силы скорость. Если ты очень быстро двигаешься, тебя просто не поймать, и ты в большие шкафы громко падают. Но важнее скорость и точность. Потому что если ты уходишь на расстояние ровно миллиметра, ты можешь вернуться и успеть. Но важнее точности покой. Потому что из покоя рождаются точность, скорость и сила. Хорошая метафора. Вот это вот про покой. Мне прямо отзывается. Супер. Да. Спасибо огромное. А теперь у нас есть вопросы к вам. В программе «Битрикс24 спрашивает» есть всегда острый вопрос, который мы задаем участнику, а потом просим нашего эксперта прокомментировать ответ. Возможно, он прокомендует что-то еще. В вашем случае вопросов будет сразу два. Один, пожалуй, острый, а другой, пожалуй, интересный. Давайте начнем с интересного. Давайте. Вот мы, мне кажется, вообще не затронули тему женского лидерства. Она очень важна, потому что когда говорят про мужское лидерство, очень часто на первое место ставится работа, семья, ну, не знаю, в 80-90% случаев ставится на второе место. В случае женского лидерства, вот как этот баланс соблюдать? Как у вас, например, получается? Вы знаете, я так скажу, у меня, наверное, может быть, мужской больше подход. У меня двое детей, у меня хорошая семья, вот, но я в большей степени работаю. То есть для меня работа это очень большой мир. И у меня скорее мужской подход в чем? Если вдруг что-то случается, да, то есть там, не дай бог, то я в семье. То есть мне вообще ничего не интересует, я сношу со своего пути. Я вообще не очень верю в баланс, если честно. Вот, и вот это вот, что я буду балансировать и работать хорошо, и с детьми заниматься вечером, и с собой, для меня это кажется странным, если честно. Я не вижу таких особых людей, вот. Либо у них там плечо какое-то еще сильнее, да, там, ну, не знаю, в общем, таким образом. Поэтому, когда я слышу, что есть женские руководители, есть женщины-мужчины, я вообще не делю. Руководитель это руководитель, гендерного, различий у меня нет. А вот давайте спросим у Филиппа, который профессионально изучает траекторию лидерства, отличается ли как-то женское лидерство от мужского? Я бы перевел вопрос в, не в, там, мальчики-девочки по гендерному принципу, а в женскую и мужскую энергию в лидерстве. И сказал бы так, если коротко, поскольку у нас Блиц, что сейчас женская энергия в лидерстве, энергия интеграции, энергия контакта, энергия любви, энергия поддержки, да, это тема, время, которое пришло. Все устали от метафоры бизнеса, как войны. Все устали от мужских вот этих, да, метафор. И здоровая женская лидерство, которая не про подковерные игры и интриги, вот не про эту часть, не про сплетни и слухи, там тоже есть своя темная сторона, да? Конечно. А именно про вот эту поддержку и пространство тепла, в него собираются лучшие люди, потому что, когда ты можешь себе позволить уже не работать, ты работаешь там, где хорошо. Вот как сделать, чтобы в компании всем было хорошо, это вот туда. И к вопросу про баланс, вот эта история, я тоже не верю в баланс, я верю в синергию. И вот такая прямая речь моей клиентки одной, у нее компания 20 тысяч человек в подчинении, она вот, ну там, гринфилды строит заводов по всей России, у нее такие мужики, там, она вот так вот ими всеми крутит, очень легко, двое детей, хорошая семья. Говорит, Филипп, а я не знаю, честно говоря, когда я более полезна для компании, как стратег? Говорит, когда мы с тобой поехали в Дубай, там, да, с Макинзи, мы там сидим три дня и как бы генерим там стратегию на 10 лет, или, говорит, когда я в семье в субботу утром, пока еще никто не встал, еще такой приглашенный свет, ритуально жарю всем своим блинчики. Потому что в этот момент как бы сами приходят те идеи, вот как капелька такая капает, да, которые вот ты никогда не высидишь на этом стратегическом воркшопе. Поэтому я вижу, что с достижением степени зрелости все больше и больше происходит переход от вот я могу быть в чем-то одном и это правда есть такой период в жизни. Я понимаю, что мир круглый. Я делаю в семье, на самом деле это ключевое, что влияет на работу. Сейчас пришла книжка, которую я рекомендую почитать. Так. Книжка Ирвина Елома, может быть, знаете его. Это такой ведущий психолог, у него очень интересно, там есть мамочка и смысл жизни такие яркие, пишут очень живо. Ему 86, один из лучших мировых психологов, экзистенциальности, про большие вопросы, размышляет. Он написал книжку, как я стал собой. Когда ты смотришь, как человек смотрит на успешную мировую карьеру в 86, на свою жизнь, и вот про этот переход, когда он был очень успешен до 40, и там была только работа, и все, извините, и все как бы, да. И после 40, когда он стал мегауспешным, как у него вот именно это произошло, что не только работа, а и вся жизнь, и при этом это переход от хорошего к великому. Итак, острый вопрос, бизнес-кейс. Ольга, представьте, вы воспитали лидера, то есть в вашей команде появился действительно очень ценный сотрудник, в которого вы многое вложили, фактически он начинает, он или она, выполнять большую часть задач, с которыми раньше вы, например, справлялись, и тут вы узнаете, что его или ее пригласили на собеседование в очень крупную федеральную компанию. Ваши действия? Разговаривать. До того, как человек сходит на собеседование или после? Я бы начала разговаривать сразу, как только узнала, то есть как до или после, но это должно быть очень сразу. Вот. И я бы подготовилась к беседе, да, составила себе список вопросов, которые я буду задавать, и начала бы разговаривать. То есть это то, чему я училась, именно разговаривать, разговаривать, общаться с человеком. Более того, мне очень важно не столько, чтобы человек у меня остался, чтобы, потому что я знаю, что я могу продать, могу уговорить, сколько то, чтобы он остался сам, желая этого, да, и чтобы ему было, ну, реально хорошо. Вот для меня это крайне важно, чтобы люди действительно были со мной хорошо. Если им со мной уже не хорошо, то сколько бы я ни вложила, я должна их отпустить. Отличный ответ, спасибо. Я даже не знаю, прокомментирует ли Филипп, мне вот по сути добавить нечего, потому что это очень, мне кажется, зрелый такой ответ. Мне приходит отскоком еще одна мысль сюда, что вот мне кажется, сейчас мы говорим как раз про эту тему. Я верю, что лидер это тот, кто продает сильным людям большое будущее. и если вот в этом вот X10 оно прямо реально в картинках теплое, настоящее, то у тебя есть с чем конкурировать даже с юридеральной компанией, потому что у тебя может быть в маленьком бизнесе будущее больше. Филипп, большое спасибо. Ну что ж, друзья, мы подошли к финалу нашего выпуска. Сегодня мы много говорили о лидерстве, а лидер это тот человек, который что-то меняет в себе или в других. И у меня финальный вопрос к Ольге. Ольга, что после этой передачи вы измените в себе или в других? В других, пожалуй, ничего, буду только работать с собой. Я точно буду смотреть на эту цель и стараться сделать ее либо меньше, чтобы она была как шарик у Илона Маска, либо я вдруг пойму, что эта цель никогда не станет теплой для меня и мне нужно будет что-то с этим работать. Поэтому первое, что я буду делать, продолжу точнее работать с собой. Отличный ответ. Огромное спасибо Ольге, огромное спасибо Филиппу. И мы увидимся в следующий вторник в программе «Битрикс24 спрашивает». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова